Всем привет! И в этом видео посмотрим мои небольшие покупки сайтов Wildberries и Ozone. Все куплено за мои собственные деньги, ссылки я вам оставлю. Давайте начнем, может быть, не с самого интересного, но с самого нужного. Вот кот согласен. Бумажное полотенце Zewa, 4 рулона, купила на Wildberries. Мне кажется, хорошая цена, 193 рубля. Бумагу туалетную папе, трехслойную, здесь 8 рулонов. Я последние полгода покупаю ее постоянно на Ozone. Цена немного колеблется, в этот раз за 199 рублей купила. И ватные диски, выгодная цена на них была. За три упаковки я заплатила 143 рубля, по-моему, и покупала я упаковку эту на Wildberries. Сейчас, когда прописывала ссылки и цены, ее нет в наличии, но я думаю, что, наверное, появится. Цена очень приятная. Теперь немного продуктовых покупок. Продукты я все покупала на сайте Ozone. На все покупки я оставлю ссылки в инфобоксе под видео, и там же еще раз пропишу цены, за сколько мне удалось купить. Я приобрела каши от Увелка. Доброе утро. Это овсяные каши без варки. Я купила с бананом и клубникой, здесь 5 пакетиков, 61 рубль. С яблоком 5 пакетиков, 66 рублей. И с клубникой тоже 5 пакетиков, 61 рубль. В принципе, неплохие каши. Давайте я вам покажу состав, для кого это важно. Для меня важно. Я состав изучала перед покупкой. Я эти каши покупаю не первый раз. Мне нравится не только состав. Мне нравится и вкус. Эти каши не супер сладкие. Я очень сладкие не люблю. И немного вкусняшек. Очень хорошая цена была на зефир от Шармель. Вернее, от ударницы линейка Шармель с ароматом ванили. Я купила сразу две коробочки. Каждая стоила всего лишь 117 рублей. Это очень выгодно, ну, по крайней мере, для Москвы. Здесь хороший срок годности до конца апреля. И, в общем-то, точно такой же зефир, как в магазине. Ну, единственное, видите, одна коробочка немножко помялась. Но все запечатано, еще все это было в пленке. Так что отлично ко мне приехала. И вот такие леденцы мне очень нравятся. Это у нас марк Каведиш энд Харви. Так, производство. Это у нас, по-моему, если я не ошибаюсь, это у нас Германия. Да, Германия. Это у нас импортный товар. Поэтому цена 179 рублей за такую коробочку 200 грамм. Она хорошая. Эти леденцы обычно гораздо дороже. 300-300 с чем-то. Но иногда на некоторые вкусы бывает акция. Вот в этот раз была акция на тропические фрукты. Здесь все зафольгировано. Вот так это выглядит. Тоже, конечно, отличной срок годности. У меня эта упаковочка пока чуть-чуть полежит в запасе. Я вам покажу ту, которая у меня открыта. Это было ассорти фруктовых вкусов. Кстати, у меня эти конфетки очень долгоиграющие. Я их могу и месяц есть и больше. Вот такие сосалки. Чем-то Монпасье напоминает. Но, естественно, гораздо крупнее по размеру. И более они сладкие по вкусу. Очень вкусные. Они пересыпаны сахарной пудрой, чтобы конфетки не слипались. В общем, отличные. Мне очень нравятся. Из продуктов это все. Одна вот у меня такая нужная покупка. Это у нас Сазона. Рамка светосила. 18 на 18 сантиметров. Это дерево сосна. Но здесь идет не стекло, а, по-моему, здесь у нас пластик. Да, по-моему, когда я покупала, было указано, что пластик. Стоила она 254 рубля. Я от этой марки светосила рамки уже покупала. Но, в принципе, они неплохие, нормальные. Но надо, конечно, на пункте выдачи так визуально посмотреть, чтобы дерево нигде не было рассохшееся, какой-то отколотое. Так хорошие, достаточно качественные рамки. Я купила не для фотографий. Я недавно закончила вот такую забавную небольшую вышивку. Буквально вот только сняла ее с пялец. И мне надо ее оформить. И для оформления я выбрала такую рамку. Еще одна очень нужная покупка с сайта Озон. Это таблетки для очистки ирригатора. Помогают сохранить ирригатор в рабочем состоянии. Но если у вас есть ирригатор, вы им пользуетесь, то знаете, что периодически его надо чистить. Я выбрала таблетки для очистки вот от такого бренда Fazzet. Производство это у нас Китай. Здесь 50 таблеток. И цена была 537 рублей выгодная. Но это с Озон-карты. И у меня нет Озон-карты, поэтому я попросила мужа сделать заказ со своего аккаунта. Здесь все было зафольгировано. Так, сейчас вам покажу, как выглядят таблетки. Вот таким образом. Обычные белые такие таблеточки. Фольгу я потом эту сниму. Это я оставила вам, чтобы показать, что все было в приличном виде. Выгодная цена за 50 штук получилась. Как ими пользоваться? Вы берете одну-две таблетки, растворяете в достаточно горячей воде 70-80 градусов, примерно 230-250 миллилитров. Заливаете все это в аригатор. Ну, соответственно, потом нажимаете кнопку, чтобы он у вас цикл отработал, раствор этот прошел через него. И потом два раза уже чистой водой его промываете. Все. Им можно пользоваться. Я надеюсь, что очищает хорошо. Немного косметических покупок. Они были сделаны на сайте Wildberries. Я очень люблю бальзамы для губ. Периодически мне хочется каких-то новинок. Меня заинтересовал вот такой набор. Почему-то он был в разделе «Белорусская косметика». Видите, здесь вот такой значок БК. Он был расшифрован как «Белорусская косметика». Но оказалось, что производитель этих бальзамов – Россия. Давайте посмотрим подробнее. Три бальзама стоили 206 рублей. Отзывов на них, когда я покупала, было очень мало. Поэтому, в общем-то, рискнула. Бальзамы с натуральными маслами. У нас идет один интенсивная защита. Он с медом. Сос-восстановление с экстрактом граната. И питание и восстановление с авокадо. Производитель России ООО «Галант Косметик». Так что получается, что это российский. Интересно, смотрите. А код здесь 20. У России код 46. Интересно. В общем, непонятно, кто производит этот бальзам. Не знаю. Сложно понять. Давайте мы их откроем и посмотрим. Я хочу как минимум один открыть. И взять в использование. Так, вот я открыла упаковку. Вот так они все выглядят. Сейчас вам покажу. Бальзамчики. Давайте откроем авокадо. Мне интересно. Открываю. Вот такого зеленоватого, приятного оттенка бальзам. Обычный совершенно тут механизм. Ну, похож на, не знаю, обычную классическую какую-то гигиеническую помаду. Давайте протестируем. Очень приятный, нежный аромат. И у меня на губах ничего нет. Поэтому я вот прямо сейчас за камерой постараюсь видео не задерживать. Нанесу на губы. И скажу вам свое впечатление. Наносится хорошо, приятно. На губах немного ощущается. То есть вы чувствуете, да, что что-то на губах есть. Не могу сказать, что он очень легкий. Но и нельзя сказать, что он какой-то, знаете, сильно вазелинистый. Но вот до сих пор на губах ощущается, что я его нанесла. На вкус не очень приятный. Поэтому лучше, чтобы в рот не попадал. Аромат у меня остался сейчас на губах. Я его ощущаю. Но аромат, повторюсь, приятный. Я бы сказала, знаете, это такая простенькая гигиеничка. Что-то, может быть, типа, не знаю, там, фитокосметик нашего российского. Да, или еще какого-то бальзама. Поэтому цена 206 рублей. Я считаю, для них это, знаете, вот прям максимум. То есть получается около 70 рублей за один бальзам. Мне кажется, это максимум для такого продукта. Ну, не знаю, там красная цена им рублей 50. Обычный. Обычный совершенно. И мне кажется, он все-таки больше подойдет на холодное время года. Ну, может быть, вот на начало весны, как сейчас. Ну, может быть, авокадо еще и на лето. Да, хорошо, что я его открыла. Эти по описанию более питательные. Я их оставлю на осенний и зимний период. Так, ну что-то мы слишком долго с вами про бальзам. И давайте переходим к следующему товару, который я тоже купила на Wildberries. Это лак для ногтей Step & Style у нас бренд. Он стоил 185 рублей. И мне хотелось оранжевый лак. Но, знаете, такой не неоновый, не вырви глаз, а более спокойный. Вот так выглядит этот лак. Он у меня сейчас на ногтях. Мне очень понравился оттенок. Он оранжевый, но при этом, видите, такой как бы темно-оранжевый. Да, я бы сказала. Пока он у меня один день, с ним ничего не произошло. Но я надеюсь, он несколько дней продержится. Единственное, у меня была некоторая сложность нанесения данного лака. Он жидковат. Я люблю лаки немножко погуще. Этот надо осторожно набирать на кисточку в небольшом количестве, чтобы когда вы наносите на ногтевую пластину, он не растекался. Я нанесла в два слоя. В принципе, можно, наверное, и в один. Но в один он чуть-чуть может просвечивать совсем немного. Поэтому я все-таки все лаки люблю в два слоя наносить. В общем-то, я покупкой довольна. Еще одна у меня покупка. Она не с маркетплейса. Я купила ее в офлайн-магазине. Но я потом посмотрела. Эта маска, она есть и на маркетплейсах. Я ее купила в гипермаркете Globus. Стоила она всего лишь 100 рублей. Но я хочу оставить на нее свой отзыв. Я шла мимо стендов с уходовой косметикой. Меня привлек этот пакетик. Органическая яблочная маска. Пюре для лица. На основе маньчжурских яблок. Таежной брусники с витамином С. Я решила посмотреть состав. Вы знаете, состав здесь, конечно, смотрите, какой насыщенный. Очень много натуральных ингредиентов в составе. Я еще даже когда почитала состав, думаю, ну неужели 100 рублей может стоить такая, в общем-то, шикарная по составу маска. Эта маска смываемая. Давайте я покажу, как она выглядит. Я ее уже протестировала, конечно же. Поэтому я вам ее и показываю. И оставлю отзыв. Это такой густой гель. Даже я бы сказала, это желе. Видите? Вот такое желе. Надо нанести на кожу лица. Избегая области вокруг глаз. Ну, мы нанесем с вами слоем потолще. Да, я подобные маски никогда не экономлю. И производитель пишет, что надо оставить ее на 6-8 минут. Затем смыть теплой водой. Ну, или, не знаю, если вам нравится, прохладной. Да, можете смывать. Что нам эта маска обещает? Мгновенно увлажняет, тонизирует и освежает. Придает коже гладкость и сияние. Восстанавливает гидробаланс кожи. Я вам сразу скажу, мне маска не понравилась. На моей коже она не делает вообще ничего. Кожа у меня нормальная. Я нанесла маску. И хочу предупредить, если у вас на лице есть какие-то очень чувствительные участки. А у меня такой суперчувствительный участок, это подбородок. Где-то через 30 секунд, через минуту она стала пощипывать. И пощипывала, не могу сказать, что очень сильно. Но ощущение пощипывания было. Оно продолжалось где-то 1-2 минуты. Потом постепенно прошло. Я маску эту пошла смывать через 6 минут, потому что уже через это время, ну 6-8, да, нам производитель рекомендует держать. Потому что я почувствовала, что маска как-то не очень приятно подсохла. И ощущение на лице было не очень приятное. Давайте я пока буду вам рассказывать и маску сотру. Маску я смыла. И как только я ее смыла, у меня возникло ощущение, что мне срочно хочется нанести что-то на лицо увлажняющее. Не знаю, там или тоником протереть, потом крем или сыворотку нанести, потом крем. Я нанесла сыворотку достаточно в таком хорошем количестве, потом нанесла крем. В общем, после этой маски никакого увлажнения моя кожа не чувствовала, никакого нетонизирования. То есть, вы знаете, ну вообще ничего. Как будто я просто, вот не знаю, так хорошо умылась водой. И, соответственно, мне надо нанести какой-то дальнейший уход. Поэтому на моей коже эта маска не сработала вообще никак. И смысла в ней нет никакого. Поэтому ее вам рекомендовать не могу. Хотя, вы знаете, посмотрела на маркетплейсах, на нее много хороших отзывов. Но я не знаю, может быть, ее покупали обладательницы жирной кожи, им понравилось. Но вот на моей нормальной коже эффект ноль. Все. Это были все покупки за последнее время. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Все ссылки в инфобоксе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok